Всем привет! Вы находитесь на канале FastGuardTV, и добро пожаловать в Ведьмака! Я тут поймал в такой симпатичный закатик, и на самом деле... Ну... Сейчас ближайшие 10 минут я хочу с вами просто поговорить и на самом деле объяснить некоторые моменты, потому что с этой серией, однако, всё изменится. Сколько я и не говорил, что Enhanced Edition не для меня, и что он не нравится, и некоторые его элементы прям фу. В итоге я его поставил, и в дальнейшем мы будем играть именно с ним. Поэтому, если вам интересны геймплейные тонкости того, как он работает, и... Ну, какие-то основные моменты, которые просто нужны для того, чтобы понимать, что вообще будет происходить на экране по геймплею, потому что тут многие вещи меняются, то вы можете посмотреть. Если же вам интересен только сюжет, и вы не хотите смотреть описание того, что происходит с модом, то можете перейти по тайм-коду в комментарии, я там всё оставил. Ну, а если вы с ПК, то можете просто перейти к следующей главе видеоролика. Теперь это доступно на Ютубе. Так вот. Enhanced Edition, что он делает? Он меняет тонкости геймплея в его основных моментах. То есть это боевая система, это система крафта, алхимии, вообще всего, что касается вот именно игровых механик. Даже управление лошадью, плаванием, всего изменено. Я к этим вещам очень долго привыкал. И да, Enhanced Edition предполагает, что мы начинаем полностью свежий сейв. То есть без... Ну, его нельзя поставить на сохранение, которое уже есть, потому что оно меняет математику, ваши предметы уже не актуальны, тут работает всё по-другому. То есть, грубо говоря, у меня сейчас меч на 687 урона, но при этом это ничего не значит для этого мода. Это так, ну, и должно быть. Вот. Поэтому, спросите вы меня, я перепрошёл всё это заново. И да, и нет, на самом деле. Всё, что я сделал, я тут в настройках мода поставил вот такую магическую кнопочку, которая называется «Игровой процесс». Господи, где это сейчас? Нужно найти... Это модификаторы здоровья. И выкрутил их себе на 50. То есть, по сути, всё, что я сделал, я просто стал ванпанчманом. Вот. И убивал всех монстров с одного удара, просто чтобы быстрее до этого же момента дойти. Вот. Одна из главных причин, по которой я вообще переключился сюда, на этот мод, это прокачка. Мне, с одной стороны, нравится прокачка в Ведьмаке ванильная, с другой стороны, абсолютно нет. Потому что, как работает ванильная прокачка? У вас есть определённое количество салатов, вы пользуетесь только ими. В итоге половина способностей в игре не прокачана совершенно. То есть, в итоге ты алхимию почти не трогаешь, таланты вообще идут в задницу, потому что это же целый салат, надо занять, чтобы этим воспользоваться. Вот. Меня это очень сильно бесило. Я поставил сначала больше салатов для способностей, это как-то тоже не очень, потому что, на самом деле, игра для этого не предназначена, не сбалансирована. Вот. Поставить мод, который позволяет ставить абсолютно все способности, тоже такое себе, потому что иначе мы очень быстро станем машиной для убийства, и Геральт будет очень сильным. Вот. Да и, в принципе, мы играли на максимальной сложности, да, на смерть. И, в итоге, даже вот уже к полному прохождению Белого Сада мы стали... Ну, очень было легко, я не знаю почему. Вот. Поэтому я решил поставить Enhanced Edition, и я постараюсь сейчас объяснить просто некоторые моменты, как работают, чтобы вы понимали принцип и не потерялись в этом всем. Во-первых, как вы уже поняли, игра полностью переписывает систему предметов, то есть у нас есть оружие и хп, оно работает по-другому. У меня, кстати, почему-то меч постоянно вот этот слетает, это какая-то проблема, то есть он у меня есть, но в то же время его как будто бы и нет. Вот. Это немного странно. Мне нужно как будто бы с собой меч носить. Ну, неважно, на самом деле. Не суть. Вот. Также меняется полностью система брони. То есть, смотрите, в этой игре есть легкая броня, есть тяжелая броня. По факту на нас сейчас надета, ну, более легкая броня, чем тяжелая, да, стандартная. Вот. Принцип в чем, абсолютно любая тяжелая броня будет лучше, чем самая крутая легкая, как оно в принципе и должно быть, именно по характеристикам. При этом тяжелая броня сделает так, что мы будем бить намного медленнее, то есть, грубо говоря, сейчас моя атака выглядит, кстати говоря, анимации тут немного тоже изменены. И сейчас моя атака, она вот такую скорость имеет, да? Вот я как-то бью. Если у меня будет тяжелая броня, я буду бить намного-намного медленнее. Это тоже очень сильно здесь меняется. Также меняется управление, но об этом я особо не буду. Просто, чтобы вы понимали, тут можно, типа, ну, быстро кастовать знаки, грубо говоря. Я могу просто быстро использовать арт, мне не нужно радиальное кольцо открывать для этого. Вот. Также меняется система инвентаря. Как она работает? У нас есть наш основной инвентарь, у нас есть тайник. Есть некоторые вещи, которые я в настройках этого мода изменил, я позже объясню, какие. Вот. Инвентарь работает следующим образом. Обычный инвентарь, чуть больше места, но при этом некоторые вещи весят. То есть, деньги, они должны что-то весить. Ключи, бумажки, которые мы подбираем, они должны что-то весить. Я это отключил, потому что, как вы понимаете, если деньги, которые у нас есть, если бумажки, книги, все, что мы собираем, будет что-то весить, а, извините меня, это выбросить нельзя, то мы охренеем. Это я выключил, потому что в этом плане мод очень сильно реалистичный, и многие вещи настраивает так, что в какой-то момент я понял, что нам просто будет очень душно в это играть. И, да, некоторые вещи, которые настроены на реализм, я просто отключил, потому что, ну, нам оно не надо. Вот. Зато есть тайник. Тайник это, по сути, платва, он тоже ограничен по весу. Единственное, не знаю, где-то посмотреть, он ограничен тоже по весу. Вот. И его по умолчанию нельзя открывать везде. Я сделал так, чтобы его можно было открывать везде. Почему? На странице мода написано, что когда вы торгуете с людьми или пытаетесь крафтить какие-то вещи у ремесленников, тайник можно автоматически открыть и крафтить прямо из него, чтобы было удобнее. Потому что по умолчанию, чтобы открыть тайник, вам нужно что сделать? Позвать платву, чтобы она прибежала, и, по сути, открыть инвентарь около нее. Только у нее будет доступен тайник. Я сделал так, чтобы это можно было делать везде, потому что при моих попытках разговаривать с торговцами такой функции не было. Поэтому, если что, то я буду просто перекладывать вещи из тайника прямо в себя, и, ну, так будет проще. Вот. Еще многие вещи отправляются в тайник сразу, то есть вообще игнорируя мой инвентарь. Вот. Однако алхимия работает из тайника в любом случае. Кстати, об алхимии. Как работает алхимия? Она полностью переработана. Ну, как полностью. Мы теперь не можем создать один эликсир один раз, и больше никогда к нему не притрагиваться. Дальше алкогест будет сам его восстанавливать. Что происходит? Нам нужно крафтить, по сути, эликсиры постоянно, как в первом ведьмаке каком-нибудь. Да, и тут, как вы видите, можно использовать разные ингредиенты, и их намного больше. Тут также еще нужны алкоголь и емкость, куда мы будем все это складывать. В чем особенность? У каждого ингредиента есть субстанция, да? То есть, типа, есть вот это вот описание эфир, рубеда, также они еще определяются, вот как вы можете увидеть, загрязненный эфир это, да? Есть качественный эфир, есть загрязненный, есть чистый. Исходя из того, какие ингредиенты мы используем для создания, там, бомбы, эликсира, чего угодно, от этого меняются его свойства. То есть, грубо говоря, если мы все сделаем из загрязненных ингредиентов, то зелье будет обычное. Однако, если мы сделаем из чистого или качественного, там, эфира или чего, ну, из качественных ингредиентов, тогда зелье, бомбы и так далее будут иметь дополнительные улучшенные свойства, которые как раз на этом и базируются. Это, мне кажется, очень интересно работает. Пока что у меня особо на что-то не хватает, но по факту это интересная механика и усложняет процесс в некотором плане. Ну, вот видите, многие вещи я уже могу скрафтить. Да и тем более, чем больше мы будем бивать противников, тем больше будет ингредиентов и так далее. Вот. Это, что касается алхимии, мне кажется, это интересно и так будет поприкольнее работать. То есть, ну, постоянно готовиться. Я вот это хочу опробовать. Именно геймплей Ведьмака. То есть, почувствую себя Ведьмаком. Ремесло. По сути, ничем не изменилось. Единственное, теперь вещи делятся немного по другим категориям. Есть там легкие, тяжелые, средние. И есть Ведьмачье снаряжение. Вот это, например, Ведьмачье снаряжение. Вот. Также комплекты имеют дополнительные свойства, если носить определенное количество деталей от этого комплекта. Вот. А что касается крафта, что касается крафта, не все ремесленники и оружейники могут крафтить все. То есть, они тоже делятся по уровню. И, грубо говоря, вот пока я делал все то же самое, что мы уже сделали за эти три серии, вот этот товарищ в мельвгардском гарнизоне не может скрафтить мне мечи Школы Змеи. Просто потому, что он недостаточно опытен. Точно так же, как вот этот краснолюд не может улучшить мою Ведьмачью куртку, вот эту, да, до второго уровня. Просто потому, что он недостаточно опытен. Нам нужен мастер и так далее. К слову о мастерах. Здесь есть оружие, как мы знаем. В Ведьмаке есть оружие, которое мы находим. Мы находим это оружие и в обычной версии мы могли бы просто его использовать и без каких-либо проблем. Однако, однако, вот я нашел уникальный меч, который называется Орданье. И сила этого клинка угасла. Для того, чтобы нам им воспользоваться, нам нужен мастер-кузнец, который восстановит этот реликт. И мы сможем пользоваться этим мечом. Мне кажется, тоже очень интересная история. К тому же, эти реликты и уникальное снаряжение, оно единственное в своем роде. То есть, во всем мире Ведьмака есть только один такой меч. Что, мне кажется, тоже очень интересно. Что еще? Полностью изменено управление плотвы, но, опять же, не знаю, вам это вряд ли интересно. Типа, для вас это не имеет никакого значения. Просто, знаете, что оно работает больше по принципу Родетт Редемшн. Вот и все. Изменено управление Геральта как такового. То есть, например, Родиальное меню открывается на другую кнопку. И вот эти три слота, это отдельные слоты инвентаря. То есть, то, что лежит здесь, или то, что находится вот здесь, в метательных или в карманах, это разные вещи. Это тоже надо понимать. И не знаю, как это работает. Пока что еще полностью не прочувствовал. Я вообще в некоторых моментах, которые связаны с управлением, путаюсь. Но вот оно работает таким образом, и это удобно. Вот. То есть, для того, чтобы мне достать предмет, мне нужно сделать это именно отсюда. Вот. Все, что касается дополнительных модификаций, которые тут стоят, они у меня уже стояли. Я их ставил отдельно. Теперь они просто являются частью этого же мода. Вот. И что? Все противники переписаны. Тут нету никакого уровня. И у заданий нет никакого уровня. То есть, все противники имеют примерно одинаковый... Не примерно одинаковый уровень. Каждый вид противников имеет свой, скажем так, уровень. То есть, все гули в мире будут иметь один и тот же уровень. Плюс-минус там 10% есть какая-то вариация. Но, по сути, они все будут одной силы. То есть, не будет такого, что сейчас мы в Белом Саду встречаем гулей там... третьего уровня, а потом в более крутых локациях мы будем встречать их... там 20-го уровня или какого-то еще. Они все будут примерно одинакового уровня. И в игре нет уровня как такового. То есть, как работают умения, спросите вы меня. Потому что мы не получаем никакого опыта за прохождение заданий или убийство мобов. Каждый скил, каждая ветка, точнее, прокачивает сама себя. При использовании быстрых атак мы прокачиваем быстрые атаки. При использовании мощных атак мы прокачиваем мощные атаки. Видите, там есть мощная атака, прогресс навыка. Сейчас не отмечается, но оно на самом деле прокачивается там... каким-то образом. Оно местами просто не отображается. И все. То есть хотите качать, там, не знаю, арт, используйте арт Хотите качать игни, используйте игни и так далее Ну, Skyrim По факту это просто Skyrim, который всем известен К тому же все навыки работают автоматически То есть если мы прокачали навык, все, он включен абсолютно всегда Просто они еще переписаны к тому же, потому что, ну, как бы Чтобы не сделать персонажа им балансным Они переписаны по характеристикам и дают не такие бафы, как они давали бы в оригинальной игре Что тоже удобно для нас, потому что, ну, так просто, короче, круче намного, как по мне Вот, мутагены при этом влияют практически ни на что То есть, да, они, наверное, вот тут... А, да, они имеют другие эффекты, и их можно поставить То есть тут есть вот сопротивление эфирному урону, сопротивление... мощь игни Сопротивление еще эфирному урону, выносливость к защите Ну, то есть, типа, такие вещи Они изменены тоже для того, чтобы, ну, типа, скиллы-то мы не ставим больше в салаты Вот, поэтому в этом плане вот эта прокачка, она позволяет нам включать все скиллы, которые есть в игре И при этом не быть перекачанным убийцей всего с одного удара, как это было бы в оригинальной игре Что касается этих трофеев, они просто ничего не делают больше То есть мы не можем повесить... мы можем повесить трофей на платву, но никакого эффекта оно не несет То есть у меня вот есть два трофея, это вот как раз полуденец из грифона Я его еще... а нет, я его уже сдал, да, грифона я уже сдал, но он почему-то висит Странно Да, вот местами тут как-то инвентарь-то глупо работает, но, типа, не суть Грифона нет на самом деле, по-моему А, или есть... а, ну окей, значит, у меня его не забрали просто Ну, короче, он есть То есть вот два трофея, они ничего не делают, их можно просто продавать и зарабатывать с них деньги Никаких улучшений они не несут Вот А то, что я вешу его на платву, он просто в инвентаре места не занимает Ну, опять же, типа, реализм В дополнение к алхимии еще хочу сказать, что медитация теперь работает вот так Я могу абсолютно в любом месте просто сесть, и у меня включится такая интерактивная камера Конечно, я очень удачно это сделал, просто профессионал И мы только отсюда прокачиваем персонажа Только отсюда мы прокачиваем персонажа То есть, ну, там можно прокликать, у меня просто, по-моему, навыков нет Да, сейчас Никаких Вот Точно так же алхимия, мы можем варить зелье только в медитации Но при этом, чтобы заниматься алхимией в медитации, мы еще обязаны сидеть около костра То есть, для создания каких-то эликсиров необходим огонь Соответственно, только если я вот подойду вот сюда и сяду около костра Только в таком случае я смогу сделать эликсиры, что тоже интересно, добавляет реализма И круто Вот По-моему, это более-менее все основные моменты, которые я хотел разъяснить Баланс изменен Я частенько умираю в этом моде То есть, он гипер просто хардкорный К нему нужно привыкать Я более-менее понял, как он работает И уже начал, ну, примерно прикидывать, как там надо драться с противниками Но, опять же, не со всеми Вот, поэтому будем смотреть Как это работает дальше Также, о, очень важная вещь В этой игре все еще есть кошка, да, как зелье, которое позволяет смотреть в ночи Но также разработчики мода взяли и добавили вот такую кнопку Кнопка, которая по факту просто включает эту кошку и позволяет видеть нам ночью лучше То есть, зачем мне делать кошку в таком случае я не понимаю Поэтому я буду просто пользоваться вот этой кнопкой, которая, ну, вполне логична и канонична Потому что, ну, ведьмак видит лучше, чем обычные люди, соответственно Может быть, кошка имеет какие-то другие Типа эффекты, не знаю Она вот у меня есть Она у меня даже стоит в салате И вот, может быть Что-то с ней надо, ну, не знаю То есть, как-то, может быть, она и работает Без понятия, честно говоря, не пробовал Вот, что странно, зараза у меня почему-то вот Единственный инвентарь То есть, видите, у меня тяжелый длинный меч Который вот дает минус 4% к скорости атаки Потому что, например, вот обычный меч, который С самого начала, он минус 7% выносливость в защите Давайте вот сравним чисто Чисто на математике, как это выглядит Вот, кстати говоря, тут еще есть выносливость Как характеристика То есть, я не могу в бою бесконечно уворачиваться И перекатываться У меня может закончиться выносливость А на знаки влияет адреналин То есть, та полоска, которая раньше была адреналином Это теперь мои заряды знаков Вот, ну, короче, смотрим, как я бью сейчас Можно тяжелую вдарить О, господи, у меня Что с геймпадом Вот я бью вот так вот, да Слышите, там сердце стучит Это типа выносливость заканчивается Вот это я поставил второй меч Который у меня Которым я пользуюсь, потому что он посильнее Вот опять, видишь, пропал меч почему-то Ну, странно Вот И смотрим, как я бью теперь Ну, особо это незаметно сейчас Но чуть-чуть помедленней Прям буквально немного Вот я думаю, что если там еще какую-нибудь тяжелую броню нацепить Ну, будет прям конкретно Конкретно тяжелее Вот Также в бою я не могу пить эликсиры То есть, я не могу вот этой вот этой херней заниматься Типа хилиться прямо во время боя Что-то такое Это просто работать не будет Опять же, для реализма Потому что какой ведьмак будет сидеть и выпивать зелье Прямо во время, когда его там ковыряют Тяжело? Да Привыкать будем? Будем Умирать будем? Безусловно Но вот, мне кажется, экспириенс, он улучшится И с этого мода я уже точно не слезу Потому что, извините, заново я это перепроходить точно уж не буду Вот Более-менее все основные моменты я вот тут рассказал То есть, если что-то еще будет возникать То мы обязательно к этому вернемся Я еще буду какие-то моменты добавлять Но вот основные моменты работают вот так Что-то я все еще сам не понимаю И буду разбираться в процессе Потому что тут надо время на это Вот Мы будем сейчас продолжать дальше Нам нужно возвращаться с Весемиром Ну, в смысле, покидать Белый Сад Вот Также, поскольку мы уже вернулись к обычному формату Скажу, что, естественно, поскольку Все ремесленники и Ну, все ремесленники и броники Не могут делать вещи уровня, которого мне нужно Да, то есть, они Люди не в состоянии сделать Абсолютно какие-то рандомные кузнецы Не в состоянии сделать Меч, школы Там, короче, змеи Особой ведьмачей Вот, поэтому Сейчас мы В стандартной броне Ничего я не сделал Потому что просто не могу Надеюсь, что докупим Где-нибудь в более крутом городе В каком-нибудь Новиграде Я найду какого-нибудь кузнеца Который хотя бы улучшенный доспех нам сделает Надеюсь, хотя бы на это Потому что сейчас Даже если бы у меня были ингредиенты Ну, не могут местные кузнецы Сделать эту броню Чисто физически У них опыта на это не хватает То есть, вот этого вот у нас всего нету Вот, единственное, что я хотел бы, наверное, сделать Это прикупить броню Я все же думаю, что мы Ну, такой спойлер Я хочу броню медведя Школа медведя Она крайне симпатичная Мы последний раз я проходил игру В итоге в школе кота Вот А вообще мне очень нравится Броня школы медведя И, скорее всего, заниматься я буду именно ею Поэтому мы будем уходить больше В какую-то тяжелую историю И, скорее, впитывать урон Приветствую старого клиента Чего тебе нужно на этот раз? Вот К слову О том уж, почему Покажи, что у тебя есть на продаже Почему что изменилось И О, у меня вылетело То, что я хотел сказать из головы Вот, видите, то есть Какой-то просто тяжелый доспех Он на 228 броню лучше Но при этом скорость Минус 8% И расход выносливости И регенерация выносливости То есть Быть тяжелым А, вспомнил Знаки Когда мы проходили только что Все могли заметить, что Квен Это имба Ну, то есть Типа, без преувеличения Ты используешь Квен постоянно Квен тебя просто бафает А ты не умираешь Нет одного удара Здесь Квен работает Немного иначе Тут Квен кидает на меня Дополнительную броню Но при этом противник Но при этом противник может Ее пробить И Квен не впитывает 100% урона То есть даже если Меня ударят в Квене Я получу урон Но просто его будет меньше Чем если бы Квена не было Вот Более-менее Более-менее это все Окей Пойдемте к Весимиру Потому что в Белом Саду Нам больше делать нечего Вот Кстати говоря Даже Гвинт переработан Так тоже Возвращаясь Типа у меня вот Колода Гвинта Она Обратите внимание Она меньше чем была По-моему Поэтому даже Даже с Гвинтом Что-то не так Даже Гвинт здесь Немного переработан На начальном этапе Ну сам Гвинт нет Но Его база Да Все продолжаем ребят Бандиты Слишком много бандитов Слишком много бандитов Йеннифер в Вузиме У меня есть там Пара знакомых Так что Что-то не так Посмотри вокруг Сейчас скандал будет Значит пора собираться Угу Куплю сейчас провизии И поедем Геральт Давай не вмешиваться Хоть в этот раз Что случилось Со щитом Сняла Может еще Золотое солнце Повесишь Нельзя тут Темирский герб Вешать Они придут И корчму Спалят Так может Правду люди говорят Что ты шлюха Нильфгардская Я твои слова забуду Тебе скорбь Сердце гложет Гренли Ты что понимаешь Сестру мою повесили Вытащили на двор Перед монастырем Как собаку Сказали В Нильфгарде Нет места предрассудкам Что они гнева Божьего не боятся А ты не боишься Если бы Аннулька Тебе при родах Не помогала Дитё бы у тебя В поповине задохнулось Что Не боишься гнева Божьего Не боишься Сука Оставь Вы знаете Этот медальон Люди Знаете Что он означает Отойдите Ты цела Говорят Ведьмаки Деток воруют Правда Что вам Император обещал Выродки Землицы Как эльфам В той войне Убирайтесь Все Мы никуда Не пойдем И вы Тоже Они уже Не отступят Вижу Ой Проблема Это ребята Проблема Ну давай Ну давай Видите Противники блокируют Более того Они умеют парировать На этом целая математика построена Ничего Все кончилось Оставь меня Не подходи Лицо-то у него Блоги Уходите И не возвращайтесь Ну вот и все Невмешательство Пойдем Не мы это начали Сплошные отговорки Ты как всегда Йеннифер? Ну как? Я получила донесение Что в белом саду Появился ведьмак Я знала Что это ты Что ты ищешь меня Я могла бы подождать Пока ты меня найдешь Но ты же знаешь Я никогда не отличалась Терпением Рада тебя видеть Геральт Я бы тебя обняла Только ты весь в крови Прости Я не надеялся Тебя встретить Сказать по правде Я иначе Представлял себе Нашу встречу Как? По крайней мере Без нельфгардского Эскорта Йеннифер Не пойми меня неправильно Я тоже рад тебя видеть Но мне кажется Ты должна нам объяснить Я объясню Но в Изиме Седлайте коней Можно поговорить и здесь Здесь прекрасные сады Сейчас все в цвету Так что Трупный запах Почти не слышен Заманчивое предложение Но к сожалению Я должна сказать Нет Видишь ли В Изиме Кое-кто тебя ждет Тот Кто ждать Не любит Император Эмгир Вар Эмрейс Для друзей Белое пламя Пляшущее На курганах Врагов Сомневаюсь Чтобы он считал Меня другом Когда мы виделись В последний раз Он хотел меня убить А теперь он хочет Сделать тебе Предложение Из числа тех От которых нельзя Отказаться Я не отказалась Хотя могла бы Должно быть Ты получила Чертовски хорошее Предложение На свете Мало вещей Ради которых Ты пожертвуешь Независимостью И еще меньше людей Чем быстрее Мы отправимся Тем быстрее Ты все узнаешь А ты? А я поеду В другую сторону Сдается мне Что Император Приглашает Только тебя Кроме того У меня есть Чем заняться Каэр Морхен Помнишь? Помню Спасибо за помощь И До свидания У тебя Конь быстрый Не жалуюсь А почему ты спрашиваешь? Я хочу Вернуться За крепкие Городские стены Так быстро Как только возможно Вернуться Каэр Морхен Знаешь, ты мне недавно снилась Насколько я тебя знаю, сон был неприличный Только сначала, а потом... Что? Голова, гони! Голки! 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 не двигаться как подготовка к аудиенции все по плану да ваше превосходительство его милость предстанет более или менее презентабельном виде а ты кто такой очередной цирюльник нет мор вран ворхис командующий дивизии альба мои люди сопровождают йеннифер точнее сопровождали ни один из них не вернулся в вызи ему интересно что произошло вчера на тракте может расскажешь конце концов у тебя есть немного времени она горле бритва их убила дикая охота кавалькада призраков скачущих по ночному небу вестники войны которых рассказывают мужики думаешь я в это поверю откровенно говоря мне плевать нордлинге возможно умыть подстричь и одеть но научить манером это будет непросто мне тоже было приятно познакомиться я закончил побрить вас еще раз против роста волос нет этого лучше против шерсти не гладить прощай ведьмак или скорее до свидания превосходно теперь ваша милость извольте одеться сожалению у меня не было точных размеров вашей милости если будет сжать портной внесет поправки а где моя одежда там где ей давно следовало оказаться у прачки вы получите ее после аудиенции чистый и накрахмаленный бронюта милость дайте знать когда вы выберете одежду ну что ж черный черный или и правда черный даже если вот так черный черный и черный а если так ну да желтый 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 так но я не знаю в чем разница что 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 из этого менее тошнотворно вот это с рубашечкой у горла это прямо отвратительно вот чем отличается первое а третье узором что ли на узором но и вот это что мне руками переодеваться господи а почему мне дали сразу мне дали сразу все потому что а да я забыл рассказать что тут система лута работает немного иначе мы лутаем все что находит ну мы подходим к чему-то лутаем и лутаем также все что находится там определенном радиусе вокруг меня поэтому я взял вообще все так но это штаны по моему абсолютно ничем не отличаются да они абсолютно одинаковые полотенце конечно шедевральное но нет ну вот это я потом куда-нибудь выкину или продам богатая одежда знаете ли доволен а говорят не платье красят человека ваша милость вы довольны костюмом я был бы доволен стёганым дублетом на мечом за спиной но что делать с волками жить простите поговорка такая что теперь будете меня пудрить нет нужды у вашей милости достаточно ясное лицо но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера я должен убедиться что ваша милость знает как следует кланяться я не невежа кланяться умею тогда пускай ваша милость продемонстрирует умею но не будут так прошу прощению вашей милости можно разве что шлюхе под фонарем поклониться но не императору ниль гарда прошу взглянуть стопа вытянута ладонь выпрямлено голова склоняется пока подбородок не коснется груди пусть ваша милость повторить ты наверное шутишь ничуть я абсолютно серьезен знает ли ваша милость что грозит за нарушение этикета в присутствии императора 200 палок я не желаю этого для вашей милости поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор пока не буду уверен что вы умеете себя вести господи правую руку на грудь правую руку на грудь движением не достает плавности и грации от нордлинга обычно ожидают меньшего прошу за мной алкаться тоже у вас приличие ратору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению соответственно его именуя ваше архивеликолепие ваше милость в настроении шутить боюсь император может этого настроения не разделить достаточно ваше величество сказанное громко выразительно и с почтением им гриме айф айрд херзэр дэйтвин аден инкарн айф морвуд эмгир вар эмрейс поклон император а рэр аэп то ордэ вэлен наман ватгерн в аборт столько месяцев при дворе фольтеста а даже основ этикета не освоил у есть поговорка старого пса новым фокусом не научишь полагают и вызвал меня не затем чтобы вспоминать старые добрые времена а значит молчи моя дочь цирилла вернулась и она в опасности за ней гонится дикая охота найди ее и приведи ко мне ты уверен цири уехала очень далеко думаешь я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны если бы это были досужие сплетни я думаю что даже император может ошибаться я и забыл насколько ты бестактен у меня нет ни времени не особого желания тебя убеждать это сделает йеннифер после аудиенции сколько людей в твоем войске двадцать тысяч тридцать почему я ты сам знаешь потому что она тебе верит доверит так скажи зачем тебе искать дело же не в том чтобы наверстать упущенные годы дело в интересах государства как всегда хватит слов и все равно согласишься хотя бы потому что я тебе заплачу больше чем ты обычно берешь за заказ значительно больше оставь свою щедрость для тех у кого войска сожгли дом я сделаю это ради цири они ради твоего золота мотивы меня не интересуют только результаты остальное тебе скажет еннифер аудиенция окончена мерит проводи его к чародейки ваше милость вы меня не поняли я недостаточно явно подчеркнул что перед императором надлежит склониться спокойно ничего не случилось с вашей милостью ничего это правда а меня ждет кара какая прошу вашу милость держаться в рамках приличии никого не задевать хватит нарушение этикета на один день за эгенет вар день спокойно простите ты знаешь с кем говоришь солдат я эривар второго князь и ландер я мало того что у меня здесь как следом а и аэр мы идем простите в другое королевство ваша милость как только вы закончите прошу прийти ко мне за своими вещами тогда записываем на самом деле власть в новиграде осуществляют не купцы и не городские советники геральт в этом дублете ты потрясающе выглядишь жду не дождусь когда смогу его снять в других обстоятельствах я бы расценил это как предложение и может даже воспользовалась бы им но нас ждут другие дела теперь ты понимаешь почему я при дворе имга да и похоже на то что мы теперь в одной лодке цель и правда вернулась это не ошибка но судя по сообщениям наших агентов получается как то так маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу чтоб меня она и вправду выросла прошло немало лет с тех пор как ты учил ее в каэр морхене многое изменилось а вот ты ничуть как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов но сейчас давай сосредоточимся на цели им гэр говорил что ее преследует дикая охота не было бы тяжело в это поверить если бы не вчерашние как они нас учуяли из-за меня понимаешь я ищу цири уже много месяцев заклинание локализации и романтия геомантии и тому подобное я знала что дикая охота может это почувствовать найти меня но думала что сумею их обмануть что же не получилось с некоторых пор я чувствовала что они идут за мной по пятам охотятся на меня если бы не ты и солдаты им гэра они бы добились своего не знаю чем закончится следующая такая встреча придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методом попросить о помощи лучшего следопыта которого я знаю ты должен ее найти геральт прежде чем это сделает дикая охота чего дикая охота может хотеть от цели понятия не имею геральт я бы отправила им письмо с этим вопросом но не знаю куда писать мне известно не больше чем тебе наверное это имеет отношение к ее крови к ее дару а зачем он дикой охоте об этом я и думать не хочу так где именно видели цири в двух местах в велени и в новиграде след в велени пожалуй самый интересный начни оттуда в корчме на распутье спроси про купца гендрика хозяин тебя с ним свяжет и все никакого пароля никаких тайных знаков никаких тайных знаков мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки из новиграда у нас есть только не проверенная информация сплетни но там тебе может помочь наше общее знакомое некая пирис миригольд у нее говорят уютная квартирка в доме у главного рынка наверняка она будет рада меня видеть а ты что собираешься делать я сейчас же отправляюсь на скеллиги там произошел выброс магической энергии который уничтожил пол леса и кажется это как-то связано с цири я буду в кайр тройда присоединяйся ко мне когда что-нибудь узнаешь прежде чем мы расстанемся почему ты не появилась раньше я был тебе не нужен нет это я была тебе не нужна вы стресс замечательная пара я потерял память правда отличная отговорка давай не будем на эту тему если я еще раз услышу все не так как тебе кажется или теперь я понял как тебя люблю я за себя не ручаюсь ну вот мы снова разъезжаемся жаль но я понимаю время не ждет это правда может мне сразу телепортировать тебя в велен ну уж нет я поеду верхом только сначала переоденусь дело твое кстати тебе правда идет черный бархат ты думаешь может обочью себе им доспехи удачи и и тебе послушай если ты вдруг захочешь узнать что случилось в мире пока ты шатался с всемиром по бездорожью поговори с послом варатра и геральт я знаю что кругом война все такое но не пытайся стать героем хорошо проверить и следы и приезжай ко мне живым и здоровым я буду тебя ждать не пытаться быть героем обязательно нужно было создавать бардак но у меня нет времени чем могу служить вашей милости отдай мои вещи цитрус и гвоздика благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть покорнейше благодарю император не славится терпением он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее да он кажется что-то об этом говорил прощай жаль только он ее не увидит да так верните мне пожалуйста мои мечи серебряный меч этот длинный меч этот и нормальное снаряжение похоже на что-то адекватно дательные ножи так колющий 360 400 а почему они не вместе да ладно только не говорите мне что они так они же одинаковые они только по 9 идут серьезно катастрофа это сюда это сюда или вот так фей вернули как будто бы у меня его не было окей неужто я похож на человека это что такое красненькое тут висит смотри если с этим поговорим а это что такое опа а как это так а почему я раньше об этом не знал комбинезонного вкача воина фрей старое письмо милостивый милостивый государь родерик дэвет прошу простить что я столь прошу простить что я столь долго и медлил с ответом я жду пока голан вивальди подтвердит что у векселя представленного вашей милостью есть обеспечение не то чтобы я вашей милости не доверял но береженного боги берегут как говорит каэдвенская пословица отвечая уже без примедления на вопрос вашей милости скажу проклятие принцессы ады действительно можно обратить вспять ведьмак из ривии у которого было лишь рудиментарное понимание магических арканов не сумел до конца снять чары а смог лишь прерывать их действия дабы ада вновь обратилась в стройгу в ее еду надлежит добавлять 3 капли крови ее отца короля фольтеста 3 капли волчьей крови и 3 капли желчи недавно похороненной женщины которая дожила до 100 лет но 101 года жизни еще не пережила над таким над таким образом заправленной едой следует трижды начертить треугольник в треугольнике это должно подействовать однако прошу вашу милость дважды подумай действительно ли стоит совершать столь позорный поступок да конечно конечно не стоит ребят за счет так ловка ч там легкий доспех да получается вот видите он сразу в тайник улетел так нет броня хуже смысле он легкий да броня хуже скорость минус 3 ну тут надо смотреть ну слушайте не ну типа минус 200 эту это слишком я пока что сколько вот наиграл с модом этим я так понял что ну вообще тут больше блокирования имеет смысл нежели чем у вороты а на пятенчик играем вообще цель была изначально другая но давай попробуем на пятерик проблема в том что у него может быть очень сильная колода и ну мне будет очень очень быстрый конец так мороз ливень да нормально более-менее не знаю смогу ли его уработать пока что у меня колода ну крайне крайне ни о чем что он использовал простите посмотреть три случайные карты из руки противника ну ладно сравняемся ой знаю я эту тактику поэтому у меня и мороз сейчас лежит я буду его и буду его отменять вот пошли шпионы шпионы это имба я говорил об этом так однако у меня есть вот это вот мадам она в общем то возрождает карты она же так работает да выберите карту из вашего отбоя не герой не специальную карту и сыграйте немедленно ну то есть да надо чтобы закончился раунд и карта которая уйдет какая там разыграется хорошо пока дальников давай ну вот зараза вот вот да вот у него шпионы вот я не знаю что с ним делать это его уже больше карты он потенциально победит здесь мне как бы по хорошему то карту и не сливать сейчас никакие то есть я могу спасаваться он скорее всего просто выиграет однако сколько там ему придет типа на 20 ему надо набрать да за три карты 20 он ну не наберет просто так поэтому ему придется что-то ставить как вариант сейчас пасануть но не знаю особенно у меня ближники дальних наверное на имеет смысл да хотя на самом деле но я пока поставим вот он спасавал вот он мразь да вот как раз я об этом думал будет она хорошо давай это будет крайне тяжело то что сейчас выиграл раунд это вообще ни о чем не говорит нужен шпион очень сильно причем шпионы я дам ему хренового какого-нибудь типа вать еда рида более-менее сравнялись но вот это более-менее она у меня прям не радует но сейчас он ставит ближников у меня все еще мороз я могу чисто на морозе вывести это значит что ближние у меня не особо будут сильными у меня это чтобы много десяточка пошла десяточка это хорошо мы там подснимем ему еще ближних тогда ты идешь это ну куда-то подальше окей если правда у него ясное небо есть это зараза пасануть или не пасануть нет если я пасану то я ничего не смогу у меня мороз надо сейчас пытаться выигрывать но не факт что получится прям далеко не факт да пока на улучшение пойдем это 10 любом случае на них эффекта не действует правильно но это ни о чем не говорит так у меня ближников больше у него будет минус такой достаточно серьезный но если они выигрываю этот раунд то все он самый дурак как так получилось ну потому что ну ну да принципе имеет смысл ясное небо я не могу использовать прикинь ну велос то есть я я вот-вот как здесь выигран сильный не знаю как выигрывать просто переиграл за мороза я чисто решил не считать подумал что он нормально а там получается смысле да если сейчас поставлю товарищу то у меня будет 20 20 но что дальше у меня погодные карты то есть этот раунд он берет в любом случае а дальше у меня только погодные карты и что я сделаю а у него сто процентов не только погодные карты ну выбора нет ну да типа тут он выигрывает хотя если нет закидывать ясное небо точно нельзя ну окей это по своему нет тут он выигрывает карту да у меня как бы нету и соответственно да да не можно не пытаться даже ну не позволяет пока колода такая побеждать так что задание мне не даст не даст хотя у него можно выиграть то есть если хотя как у него карта сильнее у него и бафы есть и шпионов больше не будут пока пытаться хотелось бы но это бессмысленно просто тогда я кстати сразу наверное вот эти доспехи уберу я не очень понимаю кстати как тут работает он мне просто типа показывает что предмет там меньше определенного значения по ремонту и поэтому уже отмечать начиная да просто надо это либо выбросить либо в тайник ну скорее в тайник я бы это убрал это занимает видите ли место вот у меня сейчас меч пока уберу пока уберу можно и это убрать трофеечек видите у меня все ухимические ингредиенты какие-то вещи для продажи в том числе они в тайнике лежат типа чтобы у меня инвентарь не забывался потому что ну система веса работает тоже по-другому тут есть броня потяжелее оружие потяжелее чем в оригинале при этом всего лишь на 15 больше веса чем изначально доступно в игре всего лишь на 15 так а мы отправляемся в велен да мы причем можем даже на скеллиги но и в ту сент мы можем но рекомендуем уровень 35 на самом деле нет уровня у нас нет но кей велен вот сюда нам деревня висельников встреча с енифер оказалась не самым важным событием во время пребывания геральта в изи геральт узнал что его подопечная цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность по приказу императора и по просьбе я нефер геральт отправился на поиски цири нашел гвинт а Каменные сердца, спасибо большое вам за, да, за Хардсов Стоун, и за Майстера Рун, и за Кровь и Вино, к этому мы тоже приступим, но давайте после прохождения основной сюжетной части. Так, у нас несколько заданий, тут под... ой, ёлки-палки, так, ну тут это в Хардсов Стоун, это мы не трогаем, Хардсов Стоун уже называется, ну да, Каменные сердца. После даунсырини, эльфгардский связной отправится в Корчму на распутье, Скеллиги, Новиград, а, ну да, собственно, нам с вами нужно выяснить ни на Скеллиги, ни вильня, ни в Новиграде, окей, моё, моё любимое разбитие заданий по идиотизму, Новиград выиграть уникальную карту Штепана, понимаю. Так, ну я ставлю, соответственно, эльфгардский связной, и отправляемся. Там волчары рядом, они не очень добрые. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Геральт, спокойно. Во-первых, тут есть доска объявлений. Ну-о-о, всё-всё-всё. С твоими проблемами, ну-ка, секунду. Давайте посмотрим, что тут можно заработать. Канун дядов, скоро канун дядов. Несчастные души, неупокоенные души, голодные, усталые и испуганные. Скоро они появятся среди нас. Мы вырежем им посохи, дадим поесть, мы их напоим, мы их отправим на тот свет пением, молитвой и заклинаниями. Готовьтесь, люди. Предупреждение, люди добрые, если где в лесу увидите, что ветки украшены всякими вкусностями, пряниками, яблоками, в меду, колбасками и пирожками, то как бы у вас не бурчало в брюхе, хоть бы вы с голоду помирали, не трожьте. Кто их попробует, к живым уже не вернётся. Просьба о помощи. Люди добрые, я накормила своих голодных детей блинами из желудёвой муки. Уже три дня они лежат и не могут встать, живот у них скрутило. Они только рвут и плачут. Если знаете, как им помочь, зайдите в мою избу. Отблагодарить нечим, кроме как тёплым словом и молитвой. Веслава. От хозяина корчмы. В корчме на распутье плати новиградскими кронами. Других денег не принимаем. В долг не отпускаем. На товар, еду и напитки не меняем. Если кому нравится, пусть идёт жрёт желуди. Предупреждение. Крики в лесу слыхать далеко. В чаще всегда густая тень. Лучше дитя не ходи в тёмный лес, а то дикий зверь тебя съест. И пропавшая жена. Люди добрые, сжальтесь, помогите мне в беде. Жена моя, Ганна, пропала. Пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я уж не знаю, что и думать. И заплачу любому тому, кто мне её вернёт. Или хотя бы скажет, где её искать. Нелин охотник из больших сучьев. Ну. Говорит с охотником. Тут одно единственное задание. Он где, кстати? Он далеко. Тут, кстати, удобно. На карте отображаются задания. Вот так вот. Понимаешь? Вот так вот. Это так удобно. То есть, вообще, задания их можно видеть на карте, даже если они не отмечены у меня. Вот. Ну, собственно, Вейлен, Новиград, как бы наша такая рабочая территория в некотором плане. Мы, в общем-то, да. И вопросики порешаем. Их тут много. Ну, не все, не сразу, но постепенно, я думаю, закроем всю эту карту. Вот. А пока что давайте будем продолжать двигаться в направлении корчмы. Я тут все пытаюсь свыкнуться с управлением лошадью, на самом деле. Давай, Плотва. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будет. Просто периодически забываю, что ей управлять-то, по сути, не надо. Вейлен, как по мне, посимпатичнее Белого Сада будет. Отвали. Не видишь, жрец молится. Не прогоняй его, Родрик. У каждого есть правильность. Да что ж ты, блин, тормози, что так странно. Ведьмак, приблизься. Приблизься. В чем дело? Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это... Да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Ольешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Знаете ли, лишним не будет. Подработочка. Но только гули меня смущают. Потому что, как бы там ни было... Гули, это жесть. Неизвестно еще сколько их просто. Три штуки, четыре... Давайте пробовать. Причем я не шучу, пропробовать. Так, ну, давай, ладно. Гули вроде более-менее адекватные противники. Нет, слушай, их тут побольше. Их тут пять. Тут двое отбились. Можно пользоваться. Нападаем, нападаем. Ау, ау, ау. Видите, как просто у меня оторвало лицо за два удара. Вот нельзя тут так делать. Это я немного на более-менее старую, короче, механику переключился сейчас. Давай, бей меня. Бей меня, говорю. Кстати говоря, еще всякие разного рода эффекты есть. То есть, кровосечения, травмы. Тоже здесь работает. Ну что ты? Ай, не дотянулся. Тихо. Закончилась энергия на знаке. Так. Я думаю, ласточка, да? Выпьем? Она у меня улучшенная, одна скрафченная есть. Вот, кстати говоря, еще, да. Если у Геральта меньше определенного порога здоровья, меньше 30, что ли, процентов, или что-то типа того, он будет, типа, в травме и ходить с таким, так, держаться за живот, типа, ай, больно. Тоже особенность. Еще два осталось, давай. Теперь освещенное масло. Ну, надеюсь, загореться. Гули бы сначала. Даже, зараза, пробил мне, понимаешь, квен в блоке. Иди сюда, э. Ай. Ай. Сдохни! Ворота, кстати, по-моему, на меньшую дистанцию работают, не кажется ли? Ну, то есть, вот теперь, типа, ворота, которые обычные, не кувырки, они какие-то не такие дальние. Либо мне так кажется, не знаю. Ну, вообще, да, то есть, тут, тут настолько все переработано, что я сейчас, наверное, даже не объясню, что именно и как именно. То есть, оно чисто механически чувствуется по-другому. Теперь Игни. Теперь Игни. Кстати, я не знаю, мод это делает или нет, но гнезда, гулей там всяких и так далее, мы их можно поджигать с помощью Игния, не тратя никакие бомбы. Так, ну, задание... А, задание, подожди, еще не выполнено, потому что это не все. Вот незадача-то. Их целых три. А-а-а, о-о-о, я думал, там оно немного по-другому выглядит, но хорошо. Это что за монстр? А, это Мишка. Не, Мишку мы трогать не будем. Мишка, Мишка хороший. Мишка не ест трупы, да? Мишке претензий нет. А вот то, что сейчас на каждом таком констре будут противники, причем не собаки, а нет, смотри, волки. Причем, судя по всему, только волки, или там еще есть гуля все-таки. Вот тут волки. А, дичавшие собаки даже. Ну, к слову сказать, я думаю, мы сейчас с вами еще почитаем умения, которые есть, потому что, по-моему, я забыл это сделать, просто чтобы понимать, какие у меня там улучшения. Они не то чтобы прям глобально весомые, да? Ну, просто, я думаю, их понимать будет иметь смысл. Господи, это... Это гнилец! Это гнилец! Ай! Вот и кровотечение на меня. Что это может быть? Причем, что мне нравится... Ай! Забыл, 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 забыл. Что мне очень прям нравится, я не знаю и абсолютно точно не помню, как это работает на самом деле, но кнопка блока работает всегда без исключения. То есть, даже если у меня идет анимация и я нажму кнопку блока, то у меня закончится анимация удара и геральт заблокирует. Ну, то есть, там прям такие... То есть, если у меня прям конец-конец анимации, то однозначно произойдет блок и я урона не получу. И это офигенно просто. То есть, это буквально не работает так ни в одной игре, наверное, да? То есть... Тот же Дарк Соус. Вообще, этот мод называют Дарк Соусом, я тоже так считал, но вот если в него прям поглубже как-то... в нем поглубже разобраться, то начинаешь понимать, что это... Как бы, да, тут есть некоторые элементы, но тем не менее, оно работает немного иначе. Не так, как работает Дарк Соус. Вот, и как раз то, что я могу блокировать в любом состоянии, в любой момент, это очень круто. То есть, вот сейчас вот меня гнилец несколько раз ударил, я просто блок нажал, у меня вроде как анимация еще перейти не успела, но блок произошел. За это прям респект. Ой, это нахер? Да, это гули обычная зараза. Да умри ты уже. Ну, а так, к слову сказать, поймите кнопку атаки тоже не советую. Потому что иногда это, конечно, работает, но вообще надо контролировать противника и его движение. Ну, сколько мне еще ждать? Это, кстати, было парирование только что. Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал в фиштах первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами, решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Без проблем вообще. Ну а эта, мразь, поплатится. Теперь Игни. Он сказал, где найти его на мосту в Новиграде? Мы его найдем. Так, только давай не будем забывать подбирать вот эти вещи с трупов. Кстати, еда имеет значение, потому что если я не буду есть, то у меня здоровье не будет восстанавливаться от слова совсем. Ну, в смысле, будет, но очень медленно. Поэтому обычная еда, мы ее тоже используем. как некий хилл, без которого просто жить невозможно будет. Так, вернуться. Подожди, мы возвращаемся... Да, мы возвращаемся ближе. Но не совсем к Новиграду, конечно. Но мы до него дойдем. Ничего страшного. Так, это Нелин. Вот что происходит. Тайник открывается на кнопку. Ммм, неудобно. Короче, тайник открывается на кнопку, на ту же, на которую надо два раза нажать, чтобы платву вызвать. Вот тут, да, вообще, сам по себе Enhanced Edition, он больше на клавомыш настроен. Тут есть изменения для геймпада, он оптимизирован. Там со временем его оптимизировали, но все равно криво, как по мне. Какую-то я очень колхозную дорогу, да, выбрал? Какой крутой закат, господи, я просто кайфую с местных видов. Они такие крутые. Да вы издеваетесь. Я не готов. Ну вот, да, собственно, и что вы от меня хотели. Круто, спасибо, ребят. Встань, попробуй успеть забрать меч со спины, ты прикалываешься, что ли? Окей. Ну вот, да, вот проблема единственная в том, что что вот, у меня здоровье не восстановлено, ласточки сейчас нету, надо просто дойти на самом деле до корчмы, просто нормальной дорогой, не пересекаясь сейчас ни с какими собаками. Так. Блин, да, с плотвой вот это вот я еще подумаю неудобно, потому что сейчас он посвистит. Угу. Крайне непродуманный момент. А там, подожди, с какой стороны мост-то? Мне надо вообще, давай, да, давай на дорогу сначала. Придержи. А потом уже, а это только с направлением, господи. Сначала на дорогу как-то выкатим, а потом уже, ну, по этой дороге доберемся. Там как раз получается вот отсюда. О, да. По нормальной тропе. Доска объявлений здесь решена. Закат офигенный просто. Жреца, конечно же, мы здесь не увидим. Товарищ давно смылся. Шевелись, плотва. Ну, ничего, ничего, я его найду. Ну, пошла. Прости, мужик, потом. Как-нибудь к тебе подойду обязательно. Или нет, давай, подожди, давай, попробуем. Там же что, там на него утопцы просто напали. Собак это я за собой утащил. Ну да, парочка утопцев это не проблема. Наверное. Вообще, они больные, то есть, проблема с некоторыми противниками, особенно с теми, которые прям толпой нападают. я просто уже прочувствовал момент такой, они очень агрессивные. Я, кстати, по-моему, мертв сейчас. Ну да. Это проблема. Короче, в игре изначально с модом очень сильно выкручена агрессия противников, я поставил стандартную. Они все равно очень сильные в этом плане. Утопцы больные вообще. Я не знаю, почему именно утопцы, вроде как, самые простые противники, ни о чем, вообще, вообще ничем не примечательные, но с ними очень тяжело. Я вот сейчас второй раз с ними сражаюсь. То есть, видите, они прям очень активно нападают. При этом ударят в спину и, ну, и что, и ты идешь в задницу все равно. Ну и с управлением я еще, конечно, пытаюсь бороться. Меня пока не привык я. Если как-то я... Почему пробивается квен, я не понимаю. Прям, типа, полностью через блок. Какая атака, типа? Офигеть, почему так? Я не понимаю, то есть он... Вот эти прыжки он, получается, не может блокировать. Интересно. Тут надо разобраться с этим моментом. Видишь, некоторые атаки можно? Может, от них просто перекатами? Ну, нет, перекатами тоже. Они как зацепят меня просто таргетом, и все, я умру. Сейчас разберемся. Не, я хочу помочь мужику. Да, я не могу. Я, типа, послабее. Причем, такое ощущение, что я слабее, чем вообще надо. Ну, давай-ка разбираться будем. Для меня это прям загадка сейчас. А, кстати, может поставим какой-нибудь унтербалет? Может, он не такой бесполезный, как в оригинальной игре? Покажи, что умеешь. Ну, кстати говоря. Вот с двумя прям тяжело, не знаю, как делать. Не, умираю. Очень странный момент, знаете, какой. Если нажать на квен второй раз, то он сбрасывается. А я иногда просто очень быстро нажимаю на кнопку у ворота. Короче, в основном, вот эти, вот это та причина, по которой я не хотел ставить этот мод. Потому что вот эти вот тонкие, тонкие кривые моменты, которые сделаны неопытными людьми, они очень сильно мешают. То, что вот квен сбрасывается при нажатии комбинации блок и B, а мне временами ну просто банально надо, короче, увернуться, понимаешь. Сейчас я их убью, ничего. вот, почему спамить не надо никогда в этой игре. Умри. Ой, блин, я сейчас просто умереть мог. Что ты сказал? Про утопсов, надеюсь, и не про меня. У меня есть еда. У меня должна быть еда. Да, у меня есть еда. Жареная птичья ножка. Ням. Я не кошку хотел выпить, Геральт. Как ты это сделал вообще? Ешь еду, я понял. Разрежи меня. Сейчас же новые набегут. Кстати, видите, кошка ничего не делает. я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мориборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Темерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцем. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Ну вот главный вывод, который я могу сделать, это, короче, категорически надо пользоваться. Так, да, я понял, я это выключу. Категорически мне очень нужно много ласточки. то есть если я не сделаю ласточку в больших количествах, то мы так страдать будем. Не представляете просто себя. Давай немного тут сократим. Я утопцев убивать не буду, понятное дело. Тонуть мы тоже не хотим, да? Мне нужна какая-то безопасная зона. Вот, ну, то есть минусы тоже. Что такое-то, господи? Что происходит? Что, мать твою, происходит здесь? Так, расспросите богинь и гендрики в Корчмена Распутие. Что ж. я еще одного человека, зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жанки. Текай отсюда, я черный вход открою. гости приехали. Что за люди? Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит? Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ставлю каждому. С чего это? С того это хочется. Я с чужаками не пью. Выпьем по одной, я буду не чужим, а там пойдем каждый своей дорогой. А какая твоя дорога? Я направляюсь в Новиград. Там одни шлюхи. За удачу. Мою и вашу. До дна. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милздаль, пожалуйте за мной. Покажу вам лапу. Хожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку должно быть спрятан. Всегда их успевают запрятать сучьи дети. Спасибо, Милздаль, что не стали затевать свары с этими поганцами. не в свои дела не лезу. Желаете, Милздаль, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У нее мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Ну, как-то так. Ну, мне как-то не особо, по-моему, было выгодно с ними сражаться сейчас. Да и тем более, владельцы товара никогда этого не любят. Вот. Ну, кстати, как видите, я выпил кошку, и она никакого абсолютного эффекта не добавляет. Так что не знаю, зачем она нужна, короче, в итоге. Ладно. Так, я хотел, на самом деле, тут есть где-нибудь костер? Во. Мне вот это вот нужно. Я на самом деле хотел посмотреть, какие у нас навыки прокачаны, не можем ли мы прокачать что-то сейчас, и что у нас там с алхимией. Вот, кстати, это, наверное, даже в первую очередь, потому что мне нужна ласточка во всех количествах, которые есть, а мне не хватает, ну, короче, чего-то, понятно, вот, однако, тут есть ускоряет восстановление энергии, бла-бла-бла, мне, короче, получилось, нужна ласточка. Не хватает ингредиентов, печально, печально. Повязка, что делать, снимает 300 как крылотечение, а, ну, на мнение, не то, чтобы есть в таком количестве крылотечения, особенно сейчас. Масла разного рода, коротечи, самому, мы, кстати, по бестиарию знаем чуть больше, чем встречали простите противников, у меня что-то в горле только что было, вот, то есть мы просто знаем чуть, я не знаю, не всех, наверное, но многих противников, не знаю, почему так сделано, но вот мы знаем. В любом случае, при встрече с противником он сразу появится в бестиарии, поэтому, наверное, не знаю, нет никакой разницы, знаем мы или нет. Точно так же, как видите, а, нет, с людьми по-другому, но, не важно. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас по умениям. Вот, и отображаются ли, вот почему-то быстрая атака, что-то мощная атака, как-то они не отображаются больше. Эти отображаются, эти нет. Можно ли их прокачать? Нет. Ну, окей, странно. Итак, быстрая атака повышает скорость быстрых атак на 2%, расход выносливости при быстрых атаках сокращается на 3%, ну, то есть, изменено. Повышает скорость мощных атак, дополнительные 4%, дополнительные 4% шанса шеломить противника во время мощной атаки. Отбив стрелу в нужный момент, вы отразите ее стрелка, отбивание стрелы не расходует выносливость, вероятность получить в бою увечья на 10% ниже, стойкость повышается на 2%. Намного полезнее этот скилл, чем в оригинале, намного. Замедление времени при прицеливании на 50% сильнее. Снижает потери энергии при получении урона на 5%, снижает штраф к скорости атаки и уклонения при низком уровне здоровья на 5%. Ну, такое. Так, аарт увеличивает дальность на 1 метр. Урон от наложения Игнина всегда ослабляет броню цели, базовое снижение брони 2% за наложение или за секунду потока вплоть до максимума в 10%. На противников с природной броней эффект действует только наполовину. Увеличивает срок действия знака на 10 секунд Ирдена, увеличивает радиус ловушки на 10% и дальность действия защитного глифа на 15%. КВН, когда щит КВНа ломается, противники в радиусе 3 метров будут ошеломлены, получат 300 шокового урона и могут быть отправлены в нокдаун. Аксия открывает все возможности. Аксия в диалогах. А, то есть без него у нас их типа нет. Разве? По-моему, у меня были. Алхимия снижает шанс получить тактическую ликорадку на 5%. Повышает силу эффекта нанесенного на клинок масла на 6%. При броске бомбы время замедляется на 50%. Понятно. Повышает максимальный порог интоксикации на 10% и уровень адреналина на 5%. Скорость перемещения повышается вплоть до 3% пропорционально текущему уровню интоксикации. Тоже интересно. Так, по умениям у нас скоро можно будет прокачать одно умение. То есть умение прогресс навыка 97. Потом почитаем, что тут можно будет сделать. И мы какие-то мутагены подобрали. У меня сопротивление эфирному урону это ну такое себе. Сопротивление огню, эфирному урону, мощь игния, выносливость в защите. Я, наверное, вот это поставлю. Как-то поинтереснее звучит. Что по заданиям? Ничего нового? Нелин, жрец, жрец ублюдок. Вот, ну, Нелин находится где-то по ощущениям не рядом, да? Давай посмотрим. Тут еще сейчас задание будет с доски объявлений 100%. Вот, а Нелин, он вот здесь. Ну да. Окей. Ничего полезного нет. Меч, кстати, на месте. Все, он перестал пропадать в какой-то веке. Вот на этом спасибо. Вот, и как-то так. Да, ну окей, блин, надо, короче, мне нафармить ингредиентов для ласточки, потому что как-то болезненно без нее. Вот, а пока что, думаю, будем на этом заканчивать, потому что, ну, отдыхаем, я думаю, подождем дня и выйдем с утра уже на задание, доску объявлений тоже почитаем. А пока что, на этом все. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok